В древней культуре изучалось вот это понимание вкусов отношений. Есть разные вкусы отношений. Есть, допустим, деловые отношения, они серьезные по своей природе. А если говорить о семейных отношениях, они по своей природе должны быть очень легкие. Что значит? Это значит, что, ну, допустим, я у жены прошу прощения. Это значит, что я вообще далеко не чувствую себя виноватым. Я просто хочу сделать ей приятное все. Ну, то есть легкие отношения, легкий стиль означает, я прошу прощения ради счастья, ради любви, а не потому, что я хочу правды. Понимаете? А вы с ним хотите правды. Вы хотите не отношения, а правды. Вот вся проблема ваша. Надо просто уступать друг другу, не потому, что правильно это, неправильно, понимаете, а просто выступать, потому что человек так хочет, и все. Вот это будет правильно. У людей нет знания о том, какой стиль отношений приводит к любви. Любовь имеет легкую природу. Она не терпит никакого вот этого вот выяснения отношений, никакой правды там, никакой вот попыток разобраться, как правильно там. Она просто, она, любовь ждет только, ну, легкого, легкого стиля, легких отношений. Шуток, припауток, уступок, доброты, заботы, служения. Понимаете? И такое, как бы, более игривое такое настроение. Вот приведу пример. Ну, допустим, вы, допустим, молодому человеку говорите, да, мой хороший, я со всем согласна. Для вас это игра, просто ради игры это делать. А для него это признак того, что вы просто суперная девушка. Или, допустим, я своей жене, допустим, говорю, да, мой хороший, как бы, все правильно, все, со всем согласен. Вот ты права, я не прав, там, все, я, ну, как бы, чтобы я, ну, чувствовал, что я не прав, это смешно. И однозначно я прав, что я, ну, как не прав. Вот. Ну, я ей так говорю для того, чтобы она была счастлива. Эта игра, вроде бы, здесь нет правды, но она испытывает счастье от этого. Потому что я так с ней себя веду. Все. И вот это и есть семейные отношения. Я на каждой лекции сто раз об этом вам говорю. И вы все равно этого не слышите от меня. Потому что вы хотите от личных отношений не любви, а правды. И это значит, что вы разрушаете отношения. Потом начинаете об этом думать. Может, мы несовместимы там. Да все люди несовместимы. У женщины своя правда, у каждой женщины на земле, у каждого мужчины своя. И нет общей правды между ними, вообще нет. Если жить по женской правде, мужчине, как бы, нет мужской правды. Если жить по мужской, женской, тогда правды нет.